У каждого человека свой путь к Богу и свой способ служения Ему. Большинством людей Василий Дмитриевич Поленов известен как автор знаменитого московского дворика. Он умел увидеть и показать, что везде есть Божия любовь и Божий дух. Но главным трудом жизни Поленова стал евангельский цикл. Православный художник, он 60 лет рисовал Христа. В основе его творчества духовное стремление показать современникам и следующим поколениям живой образ Сына Человеческого и величия Сына Божьего, пострадавшего за всех нас. Весна Человеческого и величия Сына Божьего. Субтитры подогнал «Симон» 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 Шоколадную медаль В 15 лет юный Василий Увидел картину Иванова «Явление Христа народу» Впечатление оказалось таким мощным Что молодой человек Неделю ходил по трясённым Вот тогда и родилось решение Быть художником Он вдруг понял, что служение Господу Возможно при помощи кисти и красок В 1863 году Василий поступает в Петербургский университет Одновременно по вечерам посещает Академию художеств Будущий художник занимается не только в рисовальных классах Но слушает лекции по анатомии, строительному искусству, начертательной геометрии, истории изящных искусств Не прекращает поленов и занятий музыкой, который увлекался давно и серьёзно Я люблю все искусства Все они мне дороги Архитектурой я занимался Поэзией и скульптурой наслаждался А живописью и музыкой я живу Живопись я называю моею духовной жизнью А музыку – моей высшей любовью Живопись давала мне величайшие радости, но и огромные страдания Музыка только первая Оно и понятно В живописи я работник и специалист В музыке дилетант и почти профан Живопись часто доводила меня до полного изнеможения А музыка давала мне силы переносить тяжести жизни Бог одарил его множеством талантов, в том числе и музыкальным Перу Поленова композитора принадлежит около десятка произведений В том числе и опера «Призраки Эллады» И всё-таки Василий Дмитриевич прежде всего живописец Заканчивая курс в Академии художеств Он и Илья Ефимович Репин завоёвывают золотые медали за картины на тему «Воскрешение дочери Иаира» Молодых художников Академия отправила за границу Знакомятся с шедеврами мировой культуры Путешествие было рассчитано на 6 лет Но в сентябре 1876 года Поленов прерывает поездку и возвращается в Москву Затем отправляется добровольцем на Сербско-Турецкий фронт Освобождать православных братьев от турецкого гнёта За участие в боях и проявленную храбрость Василий Дмитриевич награждён Черногорской медалью за храбрость И сербским золотым орденом Таковский крест На полях сражений он ежедневно видел человеческие боль и кровь Это вновь и вновь обращало его мысли к Богу На фронте художник познакомился с рядовым солдатом Всеволодом Гаршином Впоследствии знаменитым писателем Одно из его суждений Поленов записал В евангельских сказаниях Христос живой человек, сын человеческий А по величию он сын Божий И в искусстве надо дать живой образ В марте 1881 года Поленова постигла глубокое горе Умерла его любимая сестра Вера Перед смертью она взяла с него слово, что он напишет большую картину «Христос и грешница» В 1885 году Поленов сделал угольный рисунок на холсте Но записывать его красками так и не стал Считал вещь законченной Над картиной художник работал два года Готовую работу он экспонировал на 15-й передвижной выставке 1887 года Царь Александр III приобрел полотно для своей коллекции Опередив известного коллекционера Третьякова Который вел с художником переговоры о покупке На евангельские сюжеты Поленовым написано более 60 картин Главный труд его жизни должен был решить ключевую творческую задачу Которую художник сам поставил перед собой Дать живой образ Христа, каким он был в действительности И показать величие этого человека Следующая работа на Генесарецком Тивериадском озере В пустынном пейзаже разлита такая идеальная вечная красота Путник так погружен в свои мысли, что при всей бессобытийности сюжета Картина полностью захватывает внимание зрителя Мнимое отсутствие сюжета характерно для всех картин евангельского цикла Поленов прежде всего передает напряженную внутреннюю жизнь Христа Величие его души В 1909 году Поленов завершил работу над циклом «Из жизни Христа» И представил его зрителям Выставка стала крупнейшим художественным событием тех лет С середины 90-х годов художник большую часть жизни проводил в усадьбе барок По соседству в Бехове на собственные средства и по собственному проекту Василий Дмитриевич выстроил храм Небольшая церковь над рекой видна издалека Вот уже второй век сюда приходят помолиться люди со всех окрестных деревень Когда вы задумали писать, то уже стоя перед Мольбертом и глядя на чистый лист, непременно думайте, что это будет ваша лучшая работа Только тогда, крепко веруя в свое начинание, приступайте к делу Долгие годы жизни на берегу Аки не разочаровали художника в ее красотах Поленов продолжал нежно любить здешнюю природу за разлитую в ней гармонию Он запечатлевает Аку в различные времена года, в различных ее состояниях Давая настоящую летопись жизни реки, полную поэзии и глубокой правды Он умер в 83 года и похоронен здесь же, на высоком берегу реки, с которого так часто писал свои прекрасные пейзажи Смерть человека, которому удалось исполнить кое-что из его замыслов Есть событие естественное и не только не печальное, а скорее радостное Это есть отдых, отдых вечный, покой небытия А бытие его остается, переходя в то, что он сделал Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость Иначе оно ничего не стоит